всем привет и добро пожаловать ко мне на канал меня зовут марина и в сегодняшнем видеоролике я приглашаю вас посмотреть на мою покупку пряжи и наверное на процессы которые будут распущены но перед тем как распустить все таки я хочу вам их показать иначе создается впечатление что я как будто бы ничего не вижу на самом деле я вижу достаточно много но не все к сожалению мне нравится не знаю по тем или иным причинам вот как-то иногда такое случается давайте наверное сначала проговорим про покупки пряжи и посмотрим процессы в общем все кто любит вязать и кто впечатляется подобным видео я прошу вас оставаться станет у меня сейчас в руках вот такой хлопок это лана гросса производитель и здесь это хлопок с чем-то давайте где-то у меня было здесь даже было написано наверно где-то а вот да было написано хлопок и 6 процентов полиамида сейчас видно нет вот так это выглядит единственное хочу сказать что эту пряжу вы наверное навряд ли найдете в магазинах потому что она снята с производства собственно говоря по именно по этой причине я ее и купила у нас есть германии есть такой магазин а называется он мюллер там продается все что касается как бытовой химии что там канцелярия есть еще что-то в общем в общем игрушки до продают в общем такой магазин и там периодически по крайней мере у нас филиале возле дома бывают периодически вот такая пряжа которая снята с производства но какие-то вот остатки видать и остаются до их надо продавать то есть это не всегда какая-то упаковка пряжи это может быть 5 моточков может быть 3 моточка но по очень приятной такой хорошей цене вот этот например моток мне достался по 3 евро с небольшим хотя в оригинале он больше по моему 5 евро стоит но что-то я сейчас вам не могу сказать конкретную информацию что достаточно давно я его купила просто не показывала значит говоря про этот хлопок он достаточно интересный за счет опять же структуры нити у него шнурочек попадается вот такие вкрапления уплотнения называют кто как их называет на катушки мой муж например их называет вот такой вот моточек и здесь 50 граммов где-то здесь было написано да наверное вот на этой стороне до 50 граммов сто двадцать метров и рекомендуют использовать спицы номер пять я вязала образец на пятерке мне под мою плотность как-то не зашло не понравилось и я вязала на спицах четыре с половиной как я и сказала пряжа снята с производства не знаю найдете любые еще и где-то может быть на стоках но однозначно я бы хотела с ним что-то повязать что повязать у меня был был хорошее слово был процесс в общем вот такой процесс я начинала вязать футболку потому что опять же да это хлопок на поле менее но с тем менее это хлопок поэтому я думала что футболка может быть рукав три четверти либо такой вот до локтя рукав был бы здесь актуально по узору заморачиваться не стала сначала хотела такую вот полосками на сделала полоски здесь по моему 7 петель если я не ошибаюсь потом мне резко стало почему-то скучно ее вязать полосками я решила что какой-то вот ажур добавлю и вот такой ажур из книги с японскими узорами я взяла не знаю будет сейчас видно или нет то есть вот так он выглядит а решила разбавить и дальше потом мне надоело этот ажур я решила дальше вязать вот эту широкую резинку провязать немного резинки опять мне стало что-то слишком скучно и я решила повторить этот ажурный узор на только здесь будет потом немножко другой узор планировался взор но потом когда в целом и общем я начинаю смотреть вот куда спустя пару дней отдохнув от вязания я смотрю понимаю что мне не нравится то что получается как всегда спрашиваю спросила у мужа муж сказал вообще непонятно такое ощущение как будто это пряжу там где-то много-долго носили она вся такая закаталась и в каточке то есть он вот этого смысла вот этих вкраплений как-то но не оценил не понял да то есть я понимаю что может быть визуально так она и выглядит как будто такое закатанное полотно а потом я посмотрела на изнаночную сторону давайте на это же покажу и вот здесь мне на изнанке вот эти вот вкрапления мне как-то они больше нравятся может быть за счет того что они не настолько явно выбиваются из полотна на то есть но вот мне как-то изнаночная сторона больше понравилось я подумала что я бы наверное связала футболку чтобы у меня были изнаночные петли на лицевой стороне вот так наверное я бы хотела бы увидеть свою футболку я вязала и просто лицевой глади у меня было начинание чтобы не думали что я тут не вижу я вообще-то вижу ну просто я много распускаю опять же это дамы мои тараканы в моей голове вот смотрите вот так это выглядит в лицевой глади здесь тоже планировалась такая футболка вот такие вкрапления все но опять же что-то мне было скучно скучно и совсем я подумала какая-то пресная футболка такая совсем без изюминки без ничего в общем я тоже решила распускать и вот изнаночная сторона вот здесь даже наверное будет лучше видно по изнанке на то есть смотрите как интересно и мне не знаю может быть это просто мне кажется но мне почему-то кажется что вот эти вот уплотнения катушки не знаю как еще назвать некоторые шишибрики даже на называют мне как-то не знаю игра фантазии ли это моя мне кажется что они даже образуют какие-то вот ромбики шахматном порядке на то есть вот посмотрите ромбики вот ромбик мне так просто видится я решила что все таки наверное будет лучше если я останусь того мнения до что лицевая сторона мне будет изнаночные петли вот так это выглядит даже посмотрели как красиво все таки мне кажется что она изнаночной стороне как-то более выигрышно смотрится опять же не знаю чисто мое мнение чем вот смотрите на лицевой стороне сиди в комментариях какая вам сторона больше приглянулась изнаночная либо лицевая и если конечно все скажут что изнаночная тогда я стопроцентной уверенности буду дальше вязать блок уже изнаночными петлями на лицевой стороне в общем в итоге вот это все будет распускаться это я вам показала теперь могу с чистой совестью все распустить и начать сначала следующую покупку хочу вам показать это я покупала эту пряжу специально на мастер-класс который я приобрела на крючковую мастер-класс и у автора было в оригинале использована эта пряжа от холст когда называется она по моему кост на вот такой интересный у нее состав посмотрите какая красота тут и хлопок и шерсть и спицы тут кстати рекомендую два с половиной три я что-то как-то даже знаете засомневалась было дело смотрю ну ниточка но нереально тонкая ну вот как вот это можно вязать на тройке скажите вы я с вами полностью соглашусь я не смогла с этой ниточкой ничего сделать не смогла в одной нет ни на крючке они на спицах с ней как-то вот укротите что ли ли подружиться не знаю я в определенной вижу эту ниточку тоненькую либо в подмотка чему-то либо к ней делать подмотки либо вязать в две нити у меня всего семь таких мотков сейчас чтобы не нагружать кадр не буду их всех тут выкладывать дайте моточки поверьте уж не на словом есть 7 мотков мне должно входить было на плечевое изделие которое планировалось но так как мне не понравилось соответственно изделие у меня нет и не могу вам показать то начинаем то что я уже распустила но могу вам показать образец который я вязала из этой пряжи в 2 нити в 2 нити мне вот прям очень понравилось посмотрите какая красота получается здесь сразу скажу по узору схемы у меня нет вот здесь видите прикрепление это такая был был брак в нитке да то есть она была какая-то может быть когда я открывала коробку немножко я надрезала не знаю в общем был косяк но для образца это ничего страшного это как бы нормально вот такой узор я пробовала этот узор и я схемы конечно поделиться к сожалению сами не могу потому что это все-таки схема авторская я ее брала из книги норы гон до рельефный узор она называется по-моему на канале у себя об этой книге рассказывала вот и как-то вот прям мне понравилось посмотрите какая красота получается в 2 нити и к слову сказать когда я вязала образец он был весь такой ужасно корявый какие-то петли невзрачные такое все было я подумала боже мой но такие мне хорошие были отклики на сайтах везде да вот в визуальном мире это достаточно известная пряжа и производитель и много готовых работ если по хэштегу в инстаграм прогуляться очень много готовых работ красивых я сильно думала как так когда я связала образец как вот это вот все могло шло куда а когда его постирала и высушила я прям честно скажу обалдела насколько она раскрылась насколько петелечки такие все раз и стали раз такие все красивые рельефные то есть мне прям в 2 нити и я прям конечно же понравилось мне в 2 нити вязать единственный нюанс если я буду вязать в 2 нити то моих семи мотков мне уже явно не хватит на полноценное изделие как бы понимаю что если опять будет нехватка пряжи опять что-то мудрить я не хочу поэтому пока оставила единственное хочу сказать у меня уже бы была мысль что скорее всего я свяжу жилет но жилет сейчас как-то не совсем актуален на ближе наверно к осени уже скорее всего следующем месяце я начну вязать себе жилет может быть даже вот этим узором не знаю общем посмотрю кстати хотела еще сказать я в интернете видела есть уже скрины этой книги рельефные узоры норы год кто-то ну не совсем скажем так добропорядочный отсканировал и если хорошо поискать в интернете можно найти практически на все узоры схемы мнение неоднократно уже попадались на пинтерест а то есть если быть внимательным то в интернете можно все найти но я как бы больше не нравится печатные издания у меня достаточно неплохая коллекция уже книг на собиралась кстати могу поделиться этой коллекции до сделать на него обзор может быть вам бы что-то полезно и так про образец я вам показала рассказала такая красота ну и еще вам покажу лана гросса я честно скажу не фанат ланы гросс у меня как-то с ней тоже дружба не складывается но попробовать все-таки наверное стоит ее я знаю что многие любят эту пряжу именно производителя лана гросс она не является бюджетной пряжи я вам сразу говорю да если вы подумали что это какие-то бюджетные покупки в моем случае это да но в остальных случаях это нет теперь маленький расскажу вам секрет для тех кто живет в европе в германии как можно сэкономить на покупке крутой пряжи такой как лана гросса всегда смотрите на распродажах по остаткам что значит по остаткам это не значит это будет разные партии как правило бывает в магазинах остаточки 4 там моточка 3 моточка бывает одной партии есть отдельный даже сайт который раз просто распродает остатки пряжи но они открыто заявляют что они стараются максимально подбирать одну партию данную велика вероятность того что вы получите моточки из разных партий а если вас это не смущает вы можете их купить и к слову сказать эти моточки практически в два раза дешевле чем на оригинальном сайте производителя говоря про эту пряжу это пряжа вот такая твана гроза здесь есть составе полиакрил по моему да вот вот состав у нее 33 процента шерсти 32 полиакрила 14 шелк и 14 хлопка и еще 7 процентов полиамида это такая шнурковая пряжа вы знаете да что мне нравится вот такие фактурные пряжи вы что дроп ска мне нравится по-прежнему нам не нравится и вот еще решила попробовать вот такую смесовку что будет будет изделие сверху потому что это опять же до секционка секционную прокрас вот такой красивый замечательный цвет давайте наверно сразу вам покажу номер цвет это номер 14 вот сейчас камера уловила все цвета которые есть моточки то здесь есть и такой жемчужно-серый и холодный беж и вот этот я не знаю как это называется выбеленный такой лайм и вот так называют то есть очень красиво видите какая красота меланжевый и я хочу вязать изделие сверху вниз в имитации опять же не в точной будет рукав а наверно спущенное плечо в общем не знаю однозначно это было что-то вязаться сверху потому что у меня всего четыре таких мотка здесь производитель кстати уверяет что на полноценное плечевое изделие хватит 300 грамм вот смотрите производитель рекомендует обычного вот 46 48 300 грамм хватит если вязать на спицах четыре с половиной пять а я вязала образец на пятерки и в принципе мне понравился давайте сразу покажу вам образец сейчас на я попробовал кадр вот смотрите это было пару дней назад наверно я связала образец немножко он еще постиран высушен да но не отпарен я даже не знаю стоит ли это делать этой пряжи или нет ну вот смотрите что получилось а полотно во первых невероятно нежную абсолютно не колючие очень приятны и такой вот меланжемы здесь красивый смотрите какая красота здесь я делала самый обычный наборный край давайте петельки покажу здесь понятно да что петли здесь не могут быть идеально ровными потому что это шнурочек и все таки шнурках иногда бывает на где-то вы потянули из нить посильнее на петля получилось поскромнее где-то послабже вяжите петля немножко по объем не значит что касается вот этой пряжи я взяла 4 матка я нам не обошлась за один моток что там порядка восьми евро было по моему или даже 6 евро я сейчас не помню и счет у меня нет но если скажу что если вы живете как я сказал в европе в германии вы просто смотрите где продают дешевле иногда бывает распродажа конкретно на цвет то есть может быть вот это вот вся линейка вот моток стоит до 1295 здесь у нас я вот смотрю например топовые цвета это да вот все что связано с бежевым с серым цветом это всегда самые наверное часто запрашиваемые цвета и они практически никогда не попадаются вот именно на таких цветовых скидках я это так называть но если вы фанат фиолетового лилового зеленого цвета то они как правило очень часто бывает на скидках то есть если в обычном состоянии в обычной нормальной жизни этот моток стоит 1295 то по скидкам можно взять его за 6 7 8 евро то есть это уже получается некая экономия а если еще поверить производителю посчитать что в принципе 3 ма . хватит на целое плечевое изделие да то есть еще даже вы взяли пускай будет по 6 евро то согласитесь за 18 евро с таким крутым составом вы даже масс-маркете изделия не купите то есть это однозначно экономия я вот прям рекомендую вам всегда смотреть где дешевле где есть какие-то распродажи я покупала на сайте в интернете да и конкретно на этот цвет была скидка поэтому я и выбрала этот цвет мне по картинке понравился и вот в жизни я смотрю да пусть мне он нравится вот такой у меня получился образец единственное хочу сказать что конечно же про секционку я буду подгонять секции потому что будет вязание сверху я уже знаю что секцион когда бывает разное а у меня есть и секционки плечевое изделие там от по-моему ткать и до концепту йога называется пряжа а вот я уже немножко понимаю что скорее всего я хотела бы начать наверное самого темного цвета а сверху и потом вот идти идти так как идут вот эти линии градиент и все-таки изделие закончить либо темным либо светлым цветом а не знаю посмотрю почему буду сверху потому что опять опасаясь что пряжи может ли не хватить даже если вот производитель такой смелый написал что 300 грамм хватает на изделие в общем и мне интересно я уже вся в предвкушении поэтому я уже образец связала постирала уже перехожу к расчетам может быть что-то для вас даже подсниму может быть какой-то на основные детали моменты и хотела бы вам сказать да что если вдруг будет и плечевое изделие она будет лицевой гладью здесь я никаких узоров не хочу потому что секционка потому что структура нити мне хочется простой базовый какой то может быть джемпер свитера не знаю с горлышком как-то я не уверена ну вот джемпер такой чуть-чуть слегка свободный может быть какие-то разрезы по бокам спинка длиннее переда в общем я думаю в этом каком-то направлении двигаться как всегда все новости по вязанию я публикую себя сообществе вконтакте если вы еще не там я вас приглашаю туда пройти там есть и описание там есть какие-то мелкие маленькие видео по поводу лайфхаков и полезности да может быть еще будет пополняться в общем если вдруг вам интересно только вязание то я сердечно приглашаю в это сообщество ну и давайте вам покажу процесс который я планирую распустить хотя вот в этом процессе как бы я ну не уверена я летала в отпуск мы отдыхали в турции и в отпуск я взяла с собой пряжу у меня был отмотан на небольшое количество пряжи вот такой бобильной пряжи это у меня классная пряжа а по составу 85 процентов хлопка 15 процентов кашемира вот так выглядит бобинка я ее уже показывала кто по моему прошлом году и что ли но в общем достаточно долго она ждала своего часа у меня есть в другом цвете было это бобинка я вязала топ и мне он реально очень понравился он тактильно комфортный не жаркие не парки абсолютно мягкие и абсолютно даже не похож на хлопок вот и в общем решила я начать вязать топ это планировался топ с v-образным вырезом горловины с небольшим скажем так вот здесь прибавками на плечо потом это должно было переходить в такие фрюши воланчики небольшие то есть вот такой просто красивый топик без рукавов я планировала вязать по узору давайте вам покажу поближе чтобы было видно рельефность этого узора ни по какой книге не по каким схемам я не вязала вязала из головы все что там было в голове на тот период времени вот то вот собственно говоря и связалась вязала я совсем совсем немножко на отпуске вот как-то было не до вязания как-то весь день был как-то насыщенно проходил в общем всегда было что делать и особенно если ты едешь с ребенком на то есть если есть какие-то выдавались у меня свободный час-два я вот садилась немножко вязала совсем-совсем немножко брала с собой носочную пряжу думала буду вязать носки ни одного носка не связала привезла все обратно приехала после отпуска у меня этот процесс был в проектной сумке так он меня и лежит не знаю как то я подостыла к нему не знаю буду ли его довязывать но вот пока я его не распускаю пока у меня лежит аккуратненько может быть по вечеркам по рядочку буду его немножко ковырять не знаю в общем пока это я оставила на подумать может быть конечно же его и довяжу процесс я вязала до отпуска прям какая-то другая жизнь на получается до отпуска после отпуска но в общем рассказываю как есть без прикрас показываю что я тоже вижу распускаю и для меня это нормальная практика абсолютно я как бы ничего критичного в этом не вижу да и криминального тоже итак про процесс который я распускаю и тут я подумала что вам то я ничего не показала да как я могу распустили не показать все равно буду показывать хотя знаю что некоторые блогеры визуальные не показывают свои неудачи и распуски я не считаю что это проект какой-то неудачный я просто считаю что мне по цвету не подошел давайте наверно как-то посмотрим вот так это выглядит значит что планировалось это планировался джемпер вязала я его из пряжи дропсбейль у меня до в достатке этой пряжи особенно сейчас и я начинала просто вот летний джемпер пряжа дропсбейль не держит никаких резинок я знаю что после бы то да конкретно после стирки это полотно потянется растянется то есть она станет еще шире это джемпер не по фигуре абсолютно такой вот летний джемпер на прохладные летние вечера по узор узнаете узнаю будете спрашивать скажу сразу узор я вам не могу дать потому что я взяла этот узор из книги норы гон про рельефные узоры но я уже по моему говорила что на просторах интернета можно найти схемы которые отскринены из книги и уже представлены знаю что некоторые даже вяжут узоры и со схемами публикуют в инстаграм мне встречались не не знаю как это корректно по отношению к автору или нет да как они это воспринимают ну вот я например такое делать не стала собственно говоря если я бы и связала от этой изделия до довязала его я бы показала в обзор на видео на готовых работах да и просто бы сказала что там такой-то узор да я взяла из той этой книги все схемы конечно бы я наверное не поделилась но и я считаю с моей точки зрения на опять же с моей стороны это было бы не совсем корректно по отношению к автору узоров но если вы человек вяжущий хорошо вяжущий как я например да не скромно сейчас сказала но тем не менее вы можете по рисунку связать то есть по картинке да я вам сейчас так показываю 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 там прочитали прочитали вы посмотрели как его вязать на самом деле узор очень классный такой вот универсальный в моем вкусе то есть вроде бы он максимально простой но за счет вот этих вот ячеек да может быть какие-то напоминания про соты очень интересно смотрится в полностью бы в изделии вообще бы классно смотрелось я вот прям вижу джемпер этим узором из абсолютно любой пряжи до которая более-менее стабильно в таких вот узорах почему распускаю я уже довязала у меня было повязан перед я переходила к увязыванию спинки сейчас у меня вот здесь момент где я делала прибавки и должен по формироваться скос плеча и вырез горловины по спинке на но на момент когда я уже отвязала перец я поняла что мне цвет не к лицу в моточке мне цвет нравится он такой грязно вообще мне к слову грязно не нравится припыленная такая скажем так пыльная роза ну почти а вот выглядит это вот так примерно сейчас постараюсь вам показать этот цвет мне не к лицу ну вот как-то не знаю мне не понравилось и я решила распустить абсолютно спокойно без всяких там заморочек кстати по узору максимально простой и он классно в плане того что здесь например да у меня прибавки были от есть маркеры такие я планировал потом рассказать как бы я его связала и показать вам но получилось так что его распуска тем не менее маркеры у меня пока висят да то есть вот здесь смотрите как удобно играться с петлями переходить опять в этот узор он реально простой в плане если вдруг вы будете вязать со спущенным плечом где вы будете добавлять петли в полотно все будет очень аккуратно и красиво это вот прям большой плюс этого узора но и в последнее время как всегда мне нравятся какие-то больше наверно вертикальные узоры нежели чем горизонтальный мне нравится вот здесь именно вот эти дорожки из резинок мне вообще изделия из резинок очень нравится а я считаю универсальными и резинки никогда не выходят из моды на и они всегда актуальны если вы будете вязать вот я рекомендую пробовать что-то наподобие этого узора а мне кажется вот прям на осень вот что-то такое шерстяное я вот вижу этим узором очень красиво мне понравилось вяжется просто легко здесь ни разу ты не споткнулся где-то схему ты только посмотрел вот наверное на вот этом этапе единственное конечно нужно счетчиком ряду связать чтобы вот эти участки были одинаковые вот эти столбики такие но в общем решила распустить но если вдруг вам понравилась такая идея дату я буду рекомендовать вообще к слову сказать про вот эту пряжу на летнее зелье она достаточно комфортно удобно минус конечно же это как она ведет себя в резинке она резинку не совсем не держит и вот вы сейчас не знаю может быть должна была провести в это вот этого процесса можно было бы наглядно показать насколько она потом раздастся то есть она будет вот таким широким в общем вот такой процесс который у меня идет в распуск уже распускается да вот я сделала небольшое включение что просто вам показать что я его буду распускать шок контента достаточно на что буду распускать в любом случае я надеюсь вам понравилось подобного формата видео если вдруг опять у вас есть какие-то свои предложения по поводу вот этой пряжи до изделия или вы вязали из этой пряжи тем более да напишите мне в комментариях мне будет очень интересно потому что мое знакомство слона гроссы только-только начинается и мне всегда интересно если есть реальные отзывы реальных людей по реальным готовым работам но на этом теперь буду с вами прощаться спасибо что посмотрели что остаетесь со мной до скорых новых встреч пока